Здравствуйте! В эфире Дайджест Школа Плюс ТВ и я, Марианна Морозова. О самых интересных событиях прошедшей недели в ближайшие 5 минут. Итак... Занятия по тактической медицине провели в нашей школе инструкторы спецназа Упсин Мономах. Обстановка в спортзале была максимально приближена к боевым действиям. Все атрибуты были настоящие. Рации, облегченные бронежилеты, носилки и веревки для эвакуации раненых. Зоны поделены на красную под обстрелом, желтую защищенную и зеленую зону безопасности. Инструкторы поделили ребят на две команды, все-таки соревнования, и поставили боевую задачу. Вынести пострадавших из опасной зоны и оказать необходимую медпомощь. Как в ролевых играх каждый из школьников выполнял свою задачу. Раненых обучили работать с рацией, накладывать жгут, спасать ли бинтовать условно простреленную ногу и перекладывать раненых на носилки. И самое главное, выносить пострадавших с поля боя. Быстро, четко, слаженно. Победила группа Николая Романова, сумевшего за максимально короткое время сплотить свою команду. После тренировки разбор полета. Профессиональный, пристрастный и строгий. Тренировку провели инструкторы Уфсин Мономах, Ольга Бойкова и Максим Ефимов. Прозрачные акварели, работы в технике гуашь, пластилиновая лепнина. В нашей школе прошли первые персональные выставки картин Сони Казаковой и Маши Жулидовой. Трудно поверить, что все эти произведения создали дети, которым нет еще и 11 лет. Буйство красок в стиле Матисса, смелость Ренуаровских мазков, изящество графического рисунка в духе Бориса Французова. Удивительно, как маленькие художницы видят мир вокруг себя и трансформируют его в красках и формах на своих полотнах. Девочки смело фантазируют и наблюдают, подмечая мелкие и очень занимательные детали. Юные искусствоведы с интересом изучают рисунки начинающих мастеров, а школьные галеристы подсматривают работы для своих домашних экспозиций. Сейчас, видимо, рано говорить о творческой манере юных рисовальщиц, но талант в этих произведениях прочитывается однозначно. Больше всего я трудилась над этой работой, потому что я здесь ее много раз перекрывала. Эта работа написана в технике гуаши. Надеемся, что у них все впереди. И творческие победы, и преодоление неудач, резкая критика искусствоведов и участие в престижных европейских фигенале. Все, чем усыпан тернистый путь художника. И пусть пока вся арт-галерея размещается на небольшой школьной тоске, но это сполна компенсирует искренность и непосредственность рисунков наших художниц. Сферных кроликов у нас сколько? Четыре. Что нам еще уступили с нашим простой задачей? На неделе наша съемочная группа вместе с группой первоклассников считала кроликов. Заметим, занятие очень азартное. Кролика-ферма у наших щитоводов по количеству поголовья ушастиков получалась весьма разнообразной. Вообще у нас этот урок называется самоподготовкой. Но на самом деле это такое занятие, где педагог Лариса Мединкова помогает нашим мамам вечером после работы заниматься семьей, а не нашими домашними заданиями. Здесь все как на уроке. Те же требования, то же внимание. Только уметь общаться с малышами как мама, снисходительно относиться к наивным детским вопросам, уметь порадоваться со всеми даже вот такому необычному каллиграфическому решению может только Лариса Эдуардовна. Детям приятно подойти к ней даже с самым маленьким вопросом и увидеть ее одобрительную улыбку. Поэтому они так любят кучковаться вокруг учительского стола, наперебой стараясь получить ответы на свои немудренные вопросы. Не будем судить наших первоклассников строго. Они только начали учиться и впереди у них 10 долгих, увлекательных и неповторимых школьных лет. Научиться за это время кроликов считать и писать самым бомбическим каллиграфическим почерком. И последняя неделя русского языка и литературы, посвященная Дню православной книги, пройдет в нашей школе с 11 по 15 марта. Не пропустите, будет очень интересно. На этом все. Доживем до понедельника. День православной книги День православной книги День православной книги День православной книги День православной книги